какие-то интересные телевизором не попадаются вот включил кстати посмотрите во первых вилка советская такая посмотрите с этим телевизором происходило кошмар включая телевизор телевизор вроде бы должен запуститься и он таки запустился видно что кадром не вся запущена так но давайте посмотрим работает ли здесь ух ты здесь и язык какой-то польский работает ли здесь видео вход аудиовидео так и где же у нас в этом сморщенном телевизоре аудиовидео давайте посмотрим здесь почки живут как они бедная здесь выживали при такой температуре подключаем кинескоп супер сохранился цвета блещут сожалению камера но не может идеально отобразить то что я вижу на свои глаза но да ладно разбираем и разбираемся почему же сужена кадровая ну первую очередь нас должны интересовать электролитические конденсаторы кадровой развертки и наш внутрисхемный esr-метр и так ребята какие у меня соображения поэтому телевизору после того как я посмотрел что здесь внутри но клизор ремонтировали смотрите здесь была ржавчина до что же такое издевательство только включили уже и выключили ладно и здесь покрыта лаком ржавчину на радиаторе явно убирали радиатор металлический здесь все покрыта лаком здесь тоже частично покрыта лаком и паяна перепаяна в общем когда ко мне попал этот телевизор он был весь зеленый я уже почистил зелень на многих выводах что получается получается хозяйки испытывают телевизоры на прочность только что я ремонтировал телевизор который покрыт маслами этот телевизор покрыт влагой внутри то есть получается что этот телевизор тоже с кухни и здесь как бы если там на кнопках было влияние то есть кнопки не нажимались или делали совсем иную функцию из-за того что имели внутреннее сопротивление из-за этих масел из-за испарений то здесь телевизор просто гнил но смысл не в этом здесь кстати нагрузочник поставлен он для того как я понял чтобы прогревать плату но то что вы видели поплавлено это совсем к этому делу не имеет потому что если бы он действительно так охрененно грелся то здесь бы все выгорело здесь ничего не выгорело кстати явно видно что с предыдущего ремонта такие здесь были выгорания но мастер какой-то восстановил и честь ему и хвала принципе я скажу что тот мастер который делал это все раньше он сделал все с умом ему лайк так чем же проблема просканировала я внутри схемными ср метром и смотрите что я обнаружил вот эти два конденсатора на 160 вольт один из них на 100 микрофарад другой 47 микрофарад показывает 1 ом мне кажется какой-то из них дохловатенький нужно отпаять один из них и еще раз замерить внутри схемными ср метром поскольку они параллельно стоят поэтому понять невозможно это раз второй момент да сказала заказчица что телевизор не работал так у меня он заработал но растер сужен значит второй момент конденсатор по видеоусилителю на 250 вольт 22 микрофарада он имеет и ср более 30 ом что говорит о том что он высохший и скорее всего у нее был засвечен белым экран вот такая думаю у нее была неисправность дальше по конденсатором кадровой развертки ну вы помните сужен размер значит какой-то конденсатор здесь стоят два конденсатора 100 микрофарад 50 вольт оба зеленые вот и вот один из них показывает одну десятую ома и ср второй из них показывает 1 ом как вы думаете какой показывает 1 ом вот этот показывает 1 ом это конденсатор вольтодобавки кадровой развертки я думаю что вот этот размер растро из-за этого конденсатора ну так предполагая то есть нужно выпаять вот этот конденсатор заменить по кадровой развертки на 100 микрофарад 50 вольт вот этот конденсатор на 250 вольт 22 микрофарада по питания в виде усилителя и проверить выпайкой конденсаторы по питанию строчной развертки высокое напряжение 120 там 125 вольт вот это все проверим и тогда я думаю будет ясность и с суженным растром и почему по идее телевизор не работал но так по пайкам принципе более менее нормально благодаря тому что здесь покрыта лаком ну лак наверное обычный для ногтей но тем не менее разрушение можно сказать не продолжились они принципе были заморожены некоторые вещи я еще на всяк случай пропаял вот это дырочка да да это дырочка отверстие но круглая аккуратно это посмотрите что-то такое неаккуратное здесь закреплен резистор нормально здесь млтш не как нагрузочник стоит по строчной развертки по питанию строчной развертки это все как бы нормально но здесь на кадровой с обратной стороны запаяли потому что дорожки слоились а и наверное с той бы стороны конденсаторы уже не держались бы поэтому их так положили и подпаяли я еще раз говорю вопросов нет да по подключению аудио входа здесь уже образовывались трещинки я тоже сделал пропайку и так проверять будем поэтапно что это значит это значит что что-то сделали проверили потому что можно наделать делу и потом не знать на каком этапе вы допустили ошибку про паял включил проверил что хотя бы осталось то же самое так телевизор сверчит но что-то уже не запускается давайте нажмем кнопочку там по плюс по минус еще за дела такие так интересно дежурный режим светодиод не светится хотя слышу что сверчит блок питания вот вам а сейчас засветился то есть телевизор еще и трудно запускается тут кстати еще и эффект везения вот только что он стоял не включался и сам запустился что говорит о том что проблема с каким-то конденсатором это раз потом второй момент предварительно перед тем как у меня он не включался и включил и он нормально запустился ну как нормально точно так же как и раньше то есть получается похоже что конденсатор блока питания он кстати тоже имеет повышенный и sr похоже что конденсатор строчной развертки и так первую под руку мне попался конденсатор сама подпитки из блока питания 30 микрофарад он должен быть 33 нормально 3 и 1 ома многовато и очень большая утечка в этого конденсатора меняем значит еще раз напоминаю 50 вольт 33 микрофарада 47 на 50 показывает следующие значения значения 47 и 70 61 ср и утечка 14 процента вот этот пойдет ну вот собственно он и поймался значит когда я заменил конденсатор самоподпитки в блоке питания блок питания вообще перестал запускаться и выдает только такой звук тёх 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 я понимаю что проблема не в этом конденсаторе тем более мы поймали что этот неисправен большая утечка тогда я смотрю вот эти конденсаторы по питанию развертки и выпаиваю тот который получает питание первым а первым получает питание трансформатора смотрим по моточках вот после диода идет на вот эти выводы то есть вот этот конденсатор который я выпаял и вот он показывает 12 ом и ср 77 микрофарад что нам не интересно хотя должно быть сто шесть с половиной процентов утечка хотя четыре допустимого 12 ом это очень очень много этот конденсатор дохлый 2 я только что проверил после этого первого показывает 44 микрофарада должен быть 47 и ср у него 0 9 ома что мы собственно и видели и утечка два процента то есть этот в полной норме но этот уже идет после вот этого первого конденсатора после дросселя то есть этот не самый главное самый главный получается умер и из-за него не было запуска все-таки действительно я думаю просто не запускался этот телевизор они какой-то там был белый экран как я сначала предполагал хотя и до белого экрана было уже недолго ну что же меняем конденсатор и проблема считаю будет решена вот вам пища для сравнения 100 микрофарад 160 вольт тот же самый конденсатор 100 микрофарад показывает 0 23 ома и ср и утечка 0 4 процента вот этот красавец и будет стоять сейчас в этой плате да это мы решим только проблему запуска но предупредить проблему белого экрана с питанием в виде усилителя и еще разрешить проблему зауженным размером нам еще предстоит интак интак запускаем все четко включилась без вопросов смотрим на экран так ну вернулись к старой теме но единственное что теперь запускается с первого раза это хорошо дальше кстати четкость изображения еще улучшилась дальше давайте уже этот конденсатор в виде усилителя ну ничего странного я не видел кроме воздуха 213 пикофарад вместо 22 микрофарад значит даже если посмотреть на этот конденсатор то сразу становится понятным вот ножка в какой-то субстанции то есть из него уже вылезло все что его оживляло внутри то есть его дух вышел через вот это вот отверстие какой прекрасный ки голубенький конденсатор на 250 вольт 22 микрофарада показывает следующее значение 24 микрофарада 0 7 десятых где-то ома и ср и утечка 0 8 процентов видите хоть и вы уж некий но рубикон отличники ставим да почему же все таки не было белого экрана да потому что здесь еще стоит еще один конденсатор на плате кинескопа на 47 микрофарада 250 вольт то есть он еще поддерживал трусы данному телевизору чтобы у него не побелел экран в общем ребята я тут подумал пальчиком по схемке поводил и понял что ну херню я маюсь что я придолбался к этому конденсатору ну принципе да один ом по сравнении с этим похуже 0 1 10 ома но принципе это допустимо посмотрел я значит размер изображения зависит от делителя r303 r302 r302 он конечно показывает не то что на схеме 1 и 3 килоома ну там зависимости от размера по вертикали и размер этот то есть величина резистора подбирается здесь получается на килоом ну соответствует но я на всякий случай поменял временно вот стоит не изменилось я взял потом побольше резистор до изображение увеличилась но но ушло вниз значит нужно от этого делителя искать 1 омник это у нас на килоом как я сказал 1 омник и он где-то должен находиться возле разъема к 2 ищем ищем и вот вижу вон так гнилость вон он этот резистор посмотрите не удивительно что размер ушел я думаю этот резистор нужно выпаять и либо он от гнил там и уже увеличенное сопротивление либо там резистор уже начал гнить весь и тоже давать увеличенное сопротивление сейчас отпаяем и узнаем в общем ребята впервые у меня такое в жизни но я отказываюсь от ремонта данного телевизора посмотрите да он нормально показывает да я добился успеха но этот успех уверен что будет кратковременен почему отвечаю вот этих два резистора я ничего такого сверхсказочного не сделал это резистор на 1 ом это резистор на 1 килоом я поменял на такие же по номиналах резисторы вот искал среди низкоомных резистор там искал среди более высокоомных поставил и все стало нормально вот сейчас кстати слышу что высокая уже шуршит ну это не странно как я вам сказал телевизор гнилой и вот эти вот резисторы видите они превратились полупроводники даже транзистор тестер их определяет как диоды они как резисторы хотя стрелочные действительно показывает что вот это один ом вот это один килоом но хрен там был немедленно уничтожить но это же брича это уже не брича ты же ричи это уже больше не ричи так вот это уже больше не резисторы и таких резисторов полу гнилых там полно ребята поэтому нет смысла ремонтировать данный телевизор хотя телевизор без вопросов работает значит изначально я проверил плюс минус 16 вольт там был полный порядок у меня были сомнения проверил с помощью осциллографа да там очень умные ребята пишут что нерси не годится потому что уровне меньше 50 милливольт нельзя посмотреть я спрашиваю в этих ребят ребята где же такие уровни можно смотреть вот сколько я ремонтирую вы знаете вот это самый крайний уровень 50 милливольт у меня так вот ребята посмотрел пульсации по питанию плюс 16 вольт минус 16 вольт на кадровую микросхему пульсации нет проверил всю обвязку полный порядок почитал поразмышлял и пришел к выводу что неправильно задается токовое деление и обратная связь просто взял тупо поменял один резистор увидел что есть изменение уже картинки правда картинка увеличилась и сдвинулась вверх потом поменял другой резистор и картинка стала нормально и расширена и все но поскольку я там начал присматриваться пока присматривался к этим резистором дернул один конденсатор он отгнил отпал потом там возле тюнера диод отпал в общем я понял что этот телевизор уже отжил свое возможно кинескоп еще куда-то можно использовать кинескоп здесь супер показывает отлично тонкая горловина все остальное это шлак такие ребята дела к сожалению к сожалению этот телевизор просто сгнил изнутри из-за того что его юзали на кухне если бы этот телевизор стоял бы там где нет сырости он бы еще не один десяток год отработал бы верой правда так увы